Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». И в преддверии Нового года у нас в гостях Максим Георгиевич Бутенко, заведующий отделением неотложенной наркологической помощи, врач-психиатр, нарколог высшей квалификационной категории. Здравствуйте, Максим Георгиевич! Расскажите, вот что нас всех ожидает в Новый год, новогодние праздники? Что ожидает наша наркология? Будут ли там гости? Как вот каждый год это происходит? Ну, уже по традиции как-то сложилось, что праздники длинные. В этом году они с 30-го начинаются, заканчиваются с 8-го. На самом деле праздники начинаются гораздо раньше. То есть все уже начинают с 20-х чисел отмечать корпоративы. И, соответственно, иногда возникает ситуация, когда люди не рассчитывают свои силы. И зачастую красивое мероприятие, корпоратив или отмечение Нового года заканчивается попаданием в наркологию. Каждый год это происходит. Ну, наверное, этого избежать невозможно, но можно добиться того, чтобы как можно меньше людей попадало к нам. Так как же сохранить себя здоровым, не попасть в наркологию и сохранить свое сердце, печень? Можно ли вообще выпить там какое-то количество алкоголя? И какое количество алкоголя нормально? Как организм должен понять, что хватит? Мне хорошо, нормально. Здесь не врач должен говорить каждому свою дозу. То есть, ну, каждый человек, не первый раз он, когда садится за стол, употребляет алкоголь. То есть он до этого знает, сколько он может безболезненно употребить. Ну, так назовем комфортную дозу употребления алкоголя. То есть после которой он бодром просыпается с утра и не чувствует никаких проявлений ни похмелья, ни головных болей. То есть можно назвать это комфортной дозой. Когда же человек начинает ее превышать, то он как бы заранее провоцирует себя на то, что с утра ему будет не очень хорошо. И, возможно, даже возникнет состояние похмелья, которое придется, так скажем, как некоторые говорят, шлифовать алкоголем, пивком для того, чтобы улучшить самочувствие. Но это как первый шаг к маленькому запою. Почему же возникает вот это вот болезненное состояние с утра? Что случается? Где ломается, что в организме? Организм каждого человека, он индивидуален. Есть такой фермент, как алкоголь-дегидрогеназа, который помогает перерабатывать алкоголь. У каждого человека в организме определенное количество этого фермента находится. То есть, когда мы говорим о безболезненных дозах алкоголя, то это те дозы, которые организм безболезненно перерабатывает, этого фермента хватает. И, соответственно, человек не чувствует каких-то проявлений, интоксикаций. И когда же возникает ситуация, что фермент закончился, алкоголь продолжает поступать, то организм не успевает вырабатывать новые порции фермента. И, соответственно, алкоголь уже оказывает выраженное токсическое действие. Я думаю, многие любители выпить задаются вопросом, нет ли такого фермента где-то, где его можно было бы купить. Вот, чтобы одновременно и не было плохо, и, может быть, на утро, чтобы не было плохо. Есть ли такое вообще лекарство? Ну, как правило, те люди, которые начинают экспериментировать с лекарствами, то есть, открывают книжку рецептов, что там нужно сделать. Некоторые говорят, что нужно покушать, кто-то говорит, нужно накануне употребить небольшое количество алкоголя, чтобы запустить ферменты, алкоголь до гидрогеназа. Кто-то говорит, что нужно таблеточку аспирина выпить, кто-то еще там что-то советует. На самом деле, все равно это идет нагрузка, это надругательство над организмом. То есть, мы, получается, пытаемся подготовить его, а в конечном итоге получается излишняя нагрузка. Что же делать тем, кто проснулся с утра с больной головой, чтобы не уйти вот в этот мини-запой, так скажем? Прежде всего, нужно сделать перерыв в употреблении алкоголя, то есть, понять, что организм перегружен. Для этого, наверное, стоит, ну, если есть возможность, сходить погулять в лес, там, на лыжах, там, театр, еще какие-то мероприятия. То есть, не только застолье красит Новый год, а если, как бы, человек уже настолько плохо себя чувствует, что не может пойти ни в лес, никуда, то однозначно нужно вызывать скорую помощь, которая приедет и примет уже решение. То есть, необходимо ли оказать эту помощь на дому, либо нужно уже оказывать более квалифицированную помощь, то есть, в стационарных условиях. И не исключено, что, может быть, человеку уже потребуется больничная какая-то помощь. Ну, а если такое среднее состояние у людей, вот как им можно с утра что-то выпить, что-то съесть, может быть, кефирчику? Что? Что-то стало чуть-чуть полегче? Это старинный рецепт. То есть, кто-то рассол принимает, кто-то квашеную капусту, кто-то щей похлебал, кто-то плотно покушал, кто-то позанимался физической зарядкой. То есть, все эти мероприятия помогают. На самом деле, если человек, так скажем, немножко плоховато себя чувствует, но если сердце из груди вырывается, и человек чувствует, что ему очень плохо, и в этот момент начать заниматься зарядкой и нагружать организм, то это очень плохо. Поэтому здесь важно не переусердствовать. Так, а ваши пациенты в основном когда начинают появляться в клинике? В Новый год, в саму новогоднюю ночь или спустя 2-3 дня после начала праздников? Ну, те корпоративщики, которые начали в 20-х числах отмечать, они уже непосредственно после корпоративов появляются. И, как правило, пытаются до Нового года привести себя в порядок, чтобы Новый год заново встретить с рюмкой. То есть, такое бывает, да? Да, конечно. Человек говорит, вот корпоратив отметил, у вас там 2 дня отдохнул, соответственно, новогоднюю ночь он тоже отметит 2-3 дня, и уже 3-4 числа попадает на лечение. Некоторые успевают еще и Рождество потом отметить, то есть у них так получается 3 маленьких изопоя. Это проблема, это, мне кажется, в голове проблема, надо как-то с этим разбираться, что с этим делать вообще? Это проблема, и прежде всего, конечно, родственники должны уделять этому повышенное внимание, потому что это нагрузка на организм, нагрузка на нервную систему. И мы сейчас видим очень омолаживание самого алкоголизма, очень увеличивается алкоголизм среди женщин. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, может быть, странно так, но, наверное, борьба за равные права. То есть, женщины пытаются быть похожими на то, что мы ничем не отличаемся от мужчин, мы можем точно так же пить, курить, гулять. Ну, может быть, банальная вещь скажу, в принципе, женщина испокон веков была матерью, и не запланировано было то, что она пыхтит как паровоз и употребляет крепкие алкогольные напитки. И так исторически сложилось, что у женщины тот фермент, о котором мы говорили, алкоголь до гидрогеназа, он менее развит, и меньшая доза алкоголя мог привести к алкогольному опьянению и к токсическим последствиям. И к зависимости? Зависимость как следствие уже. Один из основных признаков алкогольной зависимости – это утрата количественного ассоциационного контроля. Это чисто наркологический такой термин, но я его сейчас попробую перевести в просто народе. Количественные контроли – это когда человек садится за стол и говорит, ну, в принципе, один-два фужерчика, а получается три-четыре-пять. А ассоциационный контроль – это мы очень ярко сейчас видим ролики, которые идут после новогодних корпоративов, когда люди танцуют на столах, прыгают, раздеваются и говорят, что это весело. А потом на следующий день говорят, да что вы, да я не мог так вести себя, я же скромный, хороший, нормальный. То есть это говорит о том, что алкоголь растормаживает, и он полностью снимает контроль, защиту. Так, вернемся к наркологии. Если 1-2 числа похмельный синдром у людей, может быть, кто-то вот уже к вам начинает поступать, да, в эти дни, пытаясь выйти из мини-запоя, вот если брать вот эти вот 10 дней праздников, в какой период кто к вам поступает, кто в состоянии запоя, кто просто там уже только прокапаться может быть, да, просто плохо себя чувствует, кто с белой горячкой, в какие периоды вот это происходит? Ну, хотелось бы огромное спасибо сказать родственникам наших пациентов, потому что они как раз вот молодцы, они вовремя отслеживают этот момент, когда человек, ну так скажем, перебрал, и они представляют, что если сейчас его не остановить, то он может все новогодние праздники прогулять. И мы видим такую ситуацию, что, ну, 1-го числа-то, конечно, редко, когда к нам попадает кто-то, а вот начиная со 2-го, с 3-го числа, родственники начинают уже брать в охапку своих людей, злоупотребляющих алкоголем, так скажем, но они еще не больные, они просто как бы злоупотребившие. Привозят их, может быть, те даже сопротивляются, говорят, да нет, да вы что, это такая просто ситуация, ну, немножко перебрал, зачем же сразу лечиться. Однако родственники делают абсолютно правильно, потому что они понимают, если сейчас на данном этапе не остановить, то потом потребуется гораздо больше сил для того, чтобы это сделать. Соответственно, если кому-то не удалось это в начальных числах января, и запой продолжается неделю-две, то здесь может получиться ситуация, что человек уже поступит с белой горячкой, с психотическим алкоголизмом, потому что организм просто не выдерживает, интоксикация очень массивная, ну и, к сожалению, есть такая тенденция, что каждый год мы отмечаем, что вторая половина января мы встречаем людей с белой горячкой в огромных количествах. Как вы приводите людей в себя, вот именно первую категорию, и как в себя людей приводится с белой горячкой? Есть разные методы или один и тот же? Ну, конечно, методы абсолютно разные, потому что в первом случае необходимо произвести просто массивную дезинтоксикацию, но и в том числе необходимо человеку, ну, в какой-то мере объяснить, рассказать о том, что вот эта ситуация возникла из-за того, что вы просто не рассчитали свои силы, и вам нужно в дальнейшем, ну, так скажем, контролировать себя уже, потому что если это возникло один раз, это обязательно второй раз повторится, и третий, и четвертый. Когда же человек поступает с белой горячкой, то он не осознает окружающую действительность, и здесь, кроме дезинтоксикации, необходимо применение уже серьезных лекарственных средств, которые снижают вот эту патологическую активность, потому что зачастую пациенты могут нанести вред себе, окружающим и своим же родственникам, которых они могут принять за что-то подстороннее, за врагов каких-то, поэтому там гораздо сложнее оказывать эту помощь. То есть, ну, какими-то препаратами, да, вы приводите себя? Да, это специализированные препараты, которые применяются только в государственной наркологии, то есть эти все препараты очень строгой учетности, и поэтому, когда люди говорят, что пытаются там на дому частными врачами как-то оказать эту помощь, к сожалению, на дому эту помощь оказать невозможно, и это просто трата времени, и ситуация выходит из-под контроля. То есть, у нас бывали такие запущенные случаи, когда люди пытаются на дому как-то сначала там отпаивать рассолами, потом вызывать частных врачей, а потом уже привозят и говорят, ну, доктор, теперь вы стараетесь, когда уже совсем все плохо, теперь вы стараетесь. Вы знаете, наверное, мы сказали максимально все, единственное, я всегда добавляю то, что, как бы, обращение к родственникам, что, как бы, если вы видите, что у ваших, как бы, близких возникли проблемы, что они употребляют повышенное количество алкоголя, в том числе и в праздники, обратитесь за помощью, хотя бы консульционной, вот, потому что не исключено, что это является зависимостью. Ну, может быть, вы скажете, по какому номеру телефона можно обратиться? Потому что иногда даже родственники сопротивляются, и не хотят вот эти вот выпившие персонажи, никуда ехать, ничего, а консультация любому волнующемуся человеку не помешает. Ну, телефонов, так скажем, много. Есть телефон-стационары круглосуточные 2454-27, 2454-26, 2454-72, 2454-71, 2454-99. То есть это круглосуточная служба, которая работает, которая постоянно готова оказать и консультационную помощь, и в случае необходимости стационарную помощь. То есть у нас служба наша работает и в выходные, и в праздничные дни, и в праздничные дни даже работать с усилением, потому что мы понимаем, что могут быть сложные случаи, требуется постоянное оказание помощи, поэтому... А родственники, конечно же, они более разумные, более трезвые, как говорится, и они должны вовремя обращать на это внимание, и в случае необходимости обращаться за этой помощью. Спасибо вам, Максим Георгиевич, за то, что вы пришли. Хороших вам выходных. Спокойных. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова